Здравствуйте! Вы смотрите программу «Культурная среда». С вами я, Анастасия Дудкина. Магаданский зритель не избалован спектаклями со знаменитыми на всю страну актерами, поэтому восстановка Московского театра «Мюзик-холл» собрала в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре полный зал. Звездный состав показал спектакль «Притворство и любовь». Сюжет, казалось бы, прост. Любовников застал врасплох муж, но придуманная история оправдания внезапно становится реальностью. В «Каламбур» вмешаны две семьи, которые живут по соседству. Приходится придумать еще более невероятную историю, чтобы ревнивые мужья ничего не заподозрили. В итоге ложь спасает два брака, а любовники остаются нераскрытыми. В роли мистера Чарути Игорь Письменный актер играет в кино и театре уже 30 лет. На его счету более 100 ролей в фильмах, сериалах и спектаклях. 15 лет играл в Московском театре «Эрмитаж». Игорь Амба – наш главный исполнитель, сердце нашего спектакля, потому что он очень-очень сильно переживает за каждую строчку. Он просто хрестоматийно знает текст, не только свой, а и наш. Но мы сегодня налажали, и нас ждет а-та-та. В спектакле каждый из актеров известен по всей России. Дениса Рожкова многие помнят по роли в сериале «Глухарь». Он стал известным после почти 10 лет простоя, но фильмы и сериалы – далеко не единственное поле деятельности. Денис – выпускник школы, студии МХАТ, мастерской Олега Табакова, играет на сцене Старого театра. Но внимание уделяет одинаковой и сцене, и работе с камерой. Дорогая, я злой и страшный желтый тигр, я знаю много разных игр. Жудет, так не пойдет. Если ты будешь так переигрывать, я уйду, честное слово. Ну, мне и то, и другое нравится. Я не могу как-то разделить. Театр, он, конечно, посерьезнее просто немножко. Ну, там, ну, это там два-три часа существования на сцене. Потому что, ну, кино – это дубли, это возможность, там, пересъемы и так далее. А тут все-таки это как было, так и было. Карина Зверева, сыгравшая миссис Чаротти, не только актриса театра и кино. Она – певица, модель, режиссер, ведущая мероприятий, а также снимается в юмористических передачах и скетчах. Плотный график гастрольного тура не дает Карине расслабиться с самолета сразу на сцену. То есть вы, мистер Джеймс, и полагаете, что когда ваш друг Билли Бобс врал моему мужу, он говорил чистую правду? Ну, естественно, он врал чистую правду. То есть наоборот. Значит так, на полную ясность у нас все равно времени нет. Поэтому вам лучше принять сведение, что ваш друг Билли Бобс провел этот вечер у меня. Да, да. Или у вас есть другая вещь для Билли Бобса? А-а-а, за счет сюда мы можем приплетать. А это неизбежно. Он явится туда с минуты на минуту. И нам всем вместе нужно договориться, что мы ему скажем. Да, говорится? Я ничего ему говорить не буду. Я с ним вообще разговариваю. Да, конечно ты и не вздумайте. Ничего говорить не нужно. В общем, смотри. Мне было просто приятно. Поэтому несложно. Бывает и два часа перелета, а как-то все это так тяжело. Господи, какие тяжелые гастроли, хотя вроде казалось бы. А тут такой перелет, ну вот непредсказуемо даже. Ну, не знаю, мы привыкшие к кочевой жизни, так сказать. Ну, мягко скажем. Это я, конечно, кокетничаю кочевой. Нифига себе, все на руках носит туда-сюда через вип-проходы. Кочевая, мы бродячие артисты. Да нет, конечно, все нормально. Ну, мне было несложно, в общем. Спектакль поставил Сергей Куница по пьесе актера, режиссера и драматурга Жана Даниэля. С собой актеры привезли реквизит, декорации и костюмы, чтобы магаданцы смогли увидеть спектакль таким, каким его видят московские зрители. Пока сцену готовили к постановке, актеры успели познакомиться с городом. Но не для всех этот визит в магадан первый. Нет, зрители не изменились. Театр изменился, тут отлично ремонт сделали. Когда в прошлый раз мы тут играли, тут было все такое, ну, постсоветское пространство немножечко. А сейчас очень прилично. Я знаю, что вот сейчас тут ребята, ну, как бы работники театра, не ребята, работники театра будут еще делать ремонт сцены, фойе. То есть изменения очень хорошие, положительные, прям отличный театр. Мне нравится. Я бы, я пожил бы в Магадане недельку, и может быть даже сюда на спектакль какой-нибудь сходил бы с удовольствием. Но у меня нет такой возможности, к сожалению. Вот. А так мне места здесь очень нравятся. Ну, я когда сюда приехала, мне так вот прям захлестнула какой-то энергетика, я не знаю, то ли потому, что это такой чистый край. Мне очень просто только немножечко жалко, ну, даже не немножечко, что он такой немножко, ну, неухоженный. Мне очень хотелось бы, чтобы здесь, ну, ложились и сделали. Потому что сюда вот приезжаешь, мы сходили на море, это потрясающе. Я там накачалась на качелях, мы пели песни. То есть это не выпивши, а просто вот в кайф. Мы не легли спать, а потом пошли на море, напитались энергией. И так же зал принял, абсолютно так же, абсолютно таким же чистым морем позитива. Вот так вот прям захлестнуло. Классно. Многие приезжие актеры отмечают, что магаданская публика реагирует нестандартно и принимает спектакли очень тепло. В этот раз актеры Московского театра «Мьюзик Холл» также подчеркнули душевный прием. Я чувствовала, что им очень все нравилось, все прекрасно. Но они как бы немножечко, как будто стеснялись проявлять свою реакцию. То есть они, может быть, ну, если, ну вот я человек как бы открытый, если бы я сидела в этом зале, на меня бы смотрели как на дуру. Я бы ржала как бы открыто прям. А тут как бы сдержанно. Может, это интеллигенция сказывается, я не знаю. Может быть, это какая-то вот непривычка ходить на такие мероприятия. Наверное, вот так. Но я чувствовала, что им нравится. В зал встал, господи, это так трогательно, это так приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легкая комедия с интересным сюжетом и типичными героями, которых можно встретить и в жизни, пришлась по душе магаданскому зрителю. Впрочем, как и все прошлые постановки Московского театра Music Hall. Вы смотрели программу «Культурная среда». С вами была я, Анастасия Дудкина. Пусть культурными у вас будут все дни недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова